что приготовить на ужин чтоб так сильно не заморачиваться и по-быстрому есть помидорки есть болгарский перец сделаем шакшуку шакшука где-то пришла с востока все там сейчас спорят чья она я ее называю шакшуша потому что так мягче звучит и приятнее ну очень будем готовить шакшуку шакшушу по моему с помидор болгарского перца лук я взяла чуть-чуть лука порея со мной это тоже лук чесночок у меня есть кусочек сыра что во франции можно добавить еще кусочек сыра иногда добавляют фету но фета у меня нету зато у меня есть другой кусочек сыра который я хочу использовать ну и посыплю я зеленым луком пореем белый в зажарку а сверху свежим луком пореем потому что зеленушки нету на десерт у меня есть ежевика сегодня в магазине купила десерт кексик коломбина классик стоит евро 80 может когда-то брала не помню ну чё-то так захотелось сегодня праздник у меня с их ними праздниками проблема всеми я них узнаю только тогда когда выхожу на улицу и вижу что все магазины закрыты практически сколько живу я никак не могу запомнить их праздник я помню только рождество еще в июле и в августе есть праздник и независимости но в общем такие праздники в июле в августе еще как-то помню все остальные праздники я не помню и поэтому я них узнаю только выйдя на улице и посмотрю что автобусы не ходят а магазины закрыты но пару магазинов всего не работало и вот я взяла сегодня себе тексик такой по случаю праздника скажем так на праздник будет в париже восточнее восточная яичница с добавлением сыра французского тексик фрукта белый лук и лук порей я отправляю на сковородку с добавлением оливкового масла добавила болгарский перец соль перчим жарим потом тушим арабских специй восточных у меня нету поэтому я нашу соль перец тимьян орегано это европейская специя по нашему душица может у кого-то есть что-то восточное ну и в остатки осталось добавить чесночок в конце тушения чтобы сохранить его вкус яичко влить посыпать луком пореем свежей зелени но еще кусочек сыра я хочу туда умастить внутрь так как помидоры не очень сладкие не осенние я немного томатной пасты добавила ну буквально там пол ложечки чайную ложечку чтобы немножко вкус придать ну и серединку отправляем яичко и моя шакшуша шакшука их не процессе приготовления уже почти закончилась процесс приготовления почти закончился я уже так долго здесь живу что очень часто ловлю себя то ударение там поставлю то окончание не то скажу когда не практикуешь язык ни с кем не разговариваешь а только новости читаешь за 20 лет язык теряется и мой французский вариант сыром ну и конечный результат моей шакшуши шакшуки выглядит так я снимаю на досточку но естественно есть прямо со сковородки с тостиками хлебными ну и вот моя шакшуша шакшука на столике стоит я на досточку поставила сковородки у меня есть пару тостиков с простого хлеба у меня есть мой кексик который сегодня купила сегодня так сказать праздник какой-то я живу я эти праздники их не не знаю все равно сколько лет здесь живу кроме рождества поэтому по случаю праздника будет кексик 20 грамм можно тяпнуть ну и вот такая вот прелесть сковородки но я приступлю к поеданию этого милого блюда который готовится минут 10-15 заходите на мой канал подписывайтесь будут новые рецепты кто-то кто-то знает что-то новое что-то измененное вот тут я сыр добавила потому что во франции сыр везде и ну а так почти как готовят по общему рецепту много разновидностей кто-то без перца болгарского кто-то с добавлением томатного сока готовит ну кто как вот я так приготовила спасибо что зашли на мой канал до новых встреч приятного всем аппетита